Накануне в квартире ветерана труда Людмилы Константиновны Калтанёгу была оживлённа. На первый взгляд и не скажешь, что женщине 100 лет и 7 месяцев она бодро и стойко встречала почётных гостей – члена ветеранского актива, председателя городского совета депутатов, а также представителей управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Несмотря на свой почтенный возраст, Людмила Константиновна скромная, добрая и просто удивительная женщина. На вопрос, в чём всё-таки заключается её секрет долголетия, незамедлительно ответила. Наверное, у меня крепкий организм. И вот я работала, пошла на пенсию и давай работать, ну как, дачи, дачи. Вот, одну дачу взяла, потом мне сын переел, и другую уже, большую. И я до 90 лет, я работала на даче, копала, садила, носила, таскала. Однако, это ещё далеко не все ветераны, которые были в центре внимания. Не могли оставить без поздравлений ещё несколько героев нашего времени, среди которых Андрей Гаврилович Вишняков. Сегодня его китель украшает множество медалей и орденов. Однако, самая дорогая, близкая сердцу – медаль за отвагу. Седовласый ветеран на фронте с 1942 года. Он участвовал в операции «Багратион» на освобождении Смоленска и Орши, Минска и Гродно, Праги. Сегодня, несмотря на плохое самочувствие, отмечают, что он всегда крепок силой духа, имеет активную гражданскую позицию и трудолюбив. Я любил трудиться, физически трудиться. Вот как только появилась возможность проявить себя на даче, так я мог там ночевать, дневать и ночевать. Но только не просто лежать, а работать. Сегодня такие люди – пример не только для своей семьи, а для всего поколения. Ими восхищаются, их ценят и уважают. А самое главное – уделяют большое внимание, тем более в юбилейный год для Бреста. Городской совет ветеранов объявил акцию «С тысячелетием Бреста, 100-летний ветеран». Сказал о своей инициативе в горосполкоме, руководству, городскому совету депутатов. И мы были поддержаны. То есть, наша инициатива была поддержана. И вот такая акция стартовала несколько дней назад. Вчера ветераны Великой Отечественной войны и труда, а их в городе Бресте – 10. То есть, сегодня в Бресте проживают 10 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, которые отметили свое столетие. У этих людей надо поучиться жизненной мудрости. Надо поучиться умению жить, творить. Это живая история нашего Бреста. Поэтому очень, наверное, символично, что в год празднования тысячелетия мы все-таки находим возможность и желание, самое главное, увидеть этих людей, почествовать, поздравить. Юлия Селюк, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.